МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вот как Дима Билан с Клавой Кокой раздували электронный шашлык. Горячими снимками порадовала поклонников Анна Седокова. На собственном примере показала, самоизоляция бывает не такой уж и скучной. А в артиста Алексея Панина вообще банный день. В глухой деревне, подальше от коронавируса. Коронавирус нас загнал на выселке, в смысле в деревню. И это очень круто. Смотрите далее. Ваша песенка спета. Какие звезды уже погасли на эстрадном небосклоне, а какие закатываются на наших глазах. Некоторые музыканты и звезды, они отпустили своих музыкантов без оплаты. Они вообще остались без денег. Чем клан Алибасовых зарабатывает в эпидемию? Все, что я здесь вижу, дорогие друзья, это косметиловый спирт и бодяга. Дурацкие челленджи. Одни вип-персоны залезают в макаронные ванны, другие бьют с размаха в челюсть, третьи переодеваются и пляшут. Зачем они все это делают? Все это надоело. Я буду стричься на вас. Рождение новой звезды эпохи карантина. Вынесет ли эстрада вторую Ольгу Бузову? И замуж зовут, и любят меня, обожают, и хотят меня. Тимати отрубает пальцы, прокалывает губы, красит лицо малярной краской. Блогер Ивлеева рисует грудью картины в прямом эфире. Ради чего они так стараются? Как сводят концы с концами селебрити по миру? Как продают свои виллы и заграничные квартиры? Кто уверенно идет на дно, а кому все ни почем? Невероятные кадры и только реальные истории. Смотрите прямо сейчас. Секретная вечеринка на полсотни человек. Только для своих. Это у всей страны карантин. А в баре на Причистенке вечер пятницы. Приглашение гости получили в закрытой группе в сети. На входе у них проверили QR-код. Камеры мобильных телефонов попросили закрыть наклейкой с фирменным логотипом. Среди посетителей герои светской хроники. Вот дизайнер «Всея Руси» Артемий Лебедев удобно устроился на диванчике. Но недолго счастье длилось. На огонек заглянула московская полиция. И одной фразой испортила все веселье. А еще наденьте маски и держите социальную дистанцию, как рекомендовано Минздравом в период самоизоляции. Я не нарушаю ее. Не подходите ко мне, пожалуйста. Я даже не хочу с вами разговаривать, правда. Вы должны подстраиваться под эту историю. Я боюсь заболеть деменцией. Шоумен Вадим Ждан считает таких коллег подставщиками. Бизнес и так терпит бедствие. А с такими хитрецами скоро все вообще накроется медным тазом. Я категорически против. Мое мнение, нельзя рисковать здоровьем людей ни ради каких денег. А возбужденная толпа, танцующая вместе, жаркая, дышащая и так далее, один заболевший. И мы никогда не выберемся из этой задницы. Но шоумен подтверждает, подпольные вечеринки в Москве не редкость. Организаторов даже штрафы не пугают. Заработают больше. Их уже не только одна, их уже достаточно много. В среднем 2-3 вечеринки в неделю проходят закрытые. И мы знаем, где они проходят. Я их не посещаю. Я за безопасность. Прежде всего. Но что я могу сказать? Люди хайпуют, пытаются на этом хайпе заработать. А участникам все ни почем. 4 500 рублей, такова цена нарушения карантина, для многих это вообще не деньги. Под вечер встал выбор, ехать в ОВД или выходить в окно. Вышел в окно и попал на новую вечеринку. Самый классный вечер в году. Смотрите далее. Как пандемия стала причиной целой эпидемии разводов в отечественном шоу-листе? Королева самогонки Наташа Королева. На чем экономят безработные знаменитости? Вот как жизнь повернулась. Кто бы мог подумать? Докачусь я до того, что буду гнать самогон. Как вип-персоны развлекаются на карантине? Новые звезды эпохи коронавируса. Сколько заработала Небузова на славе Ольги Бузовой? И почему за певицей охотятся люди с оружием в руках? Я в шоке. Просто все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привезти меня. До чего дошел шоу-биз? Как он загибается и то ли еще будет? Когда мне порадовали и сказали, что мы начнем, наверное, где-то с сентября, я сел, посчитал. Апрель, май, июнь, 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 июнь. Потом сказали, нет, а может быть, это дотянется до Нового года. Тут я сказал, ну и... Звездные бои без правил, из-за чего поссорились Шнур, Дробыш, Пригожин и Лещенко. Ребята, совести имейте. Филипп Киркоров, Николай Басков, Любовь Успенская и певица Валерия. На что готовы пойти звезды с музыкального Олимпа, когда спрос на их услуги упал до нуля? Сколько стоит праздничное видеопоздравление любимого артиста в сети? И кто из них уже пробил дно, а кто только пытается это сделать? Смотрите на РЕН-ТВ прямо сейчас. Алексей Барышников из Нижневартовска ворвался в московский банк с криками, что у него в руках бомба в самый разгар эпидемии. В этом блокбастере было все. И захват заложников, и попытка ограбления, и несчастная любовь. Парень сразу выдвинул условия. Он требовал... Нет, не денег. Он требовал встречу с Ольгой Бузовой. Случаются в жизни забавные случаи. Пример с банком – это действительно такой пример. Напился человек, нервы уже у всех не к черту. По сути дела, ну, пиар, ну, очередной, как... Опять! Опять пиар Бузовой! Самый мощный и лучший пиар – это черный пиар. Грабитель из Алексея вышел никудышный. Сотрудники отделения и клиенты разбежались в расцепную. Остался только один человек, которому просто было любопытно, чем дело кончится. Пошел в банк закрыть счет. Ну, меня взяли, заложники так сказали. После очередного глотка пенного злоумышленника потянуло на воспоминания. Он рассказал, как побывал на Луне, как видел ядро Вселенной и много всего еще. Добровольный заложник все предусмотрительно записал на смартфон. Как будто бы это ядро проходит через меня. Я ощущаю это ядро. Позже выяснится. Фанат Бузовой побывал не только на Луне, но и в колонии общего режима. За ним почти 2 миллиона долгов по кредитам и незакрытое дело за попытку угона машины прямо из автосалона. Новости о таком поклоннике для самой Бузовой стали неожиданностью. Я бы приехала в любой момент на встречу, разговор, если бы от меня это нужно было. И ко мне бы обратились правоохранительные органы, если бы я могла помочь. Но вместо Бузовой приехал спецназ. Песенка грабителя оказалась спета. Даже адвокаты и следователи изумились. Неужели в изоляции люди так соскучились по своим кумирам? Порышников хотел встретиться с Ольгой Бузовой. Я не могу объяснить, в чем именно причина. Влюблен ли он в нее, либо это его такие порывы. Хотел встретиться с Ольгой Бузовой. Звезды признаются. Они сходят с ума в четырех стенах не меньше своих поклонников. Пусть даже это стены роскошного особняка у теплого моря. Наталья Арейро так и не долетела до России. Хочу сказать вам, что я очень люблю вас. Что тур будет через несколько месяцев. Спасибо, что вы всегда со мной. Я люблю вас всем сердцем. Выступает, как и все, теперь бесплатно. Раз в неделю. На своей странице в соцсети. Дает концерты под минусовку на диване в домашних тапках с пультом от караоке в руках. Организаторы гастролей сильно извинялись перед публикой. Форс-мажор и концерта не будет. Промоутеры объясняют. Проблема даже не в том, что концерты отменились. В конце концов выступления можно перенести. Вон, Энрике Иглесиас, например, должен был петь 30 мая. Так и споет 30 мая только в 2021 году. Я вам честно скажу, мы перенесли, чтобы не собрать, в концертах 60-70. Я думаю, будет сейчас еще больше. Проблема в другом. За все уплачено на месяцы вперед. А деньги никто не возвращает. Оплатили площадки, оплатили рекламу и так далее. Там подобно ряд каких-то логистических вопросов. Понимаете, ни артисты не возвращают ни копейки денег. Залы не возвращают деньги. Залы говорят, ищем альтернативные даты. Рекламщики не возвращают денег. Наибольшие потери у короля российской эстрады. Филипп Киркоров недосчитался в пандемию 50 миллионов рублей. За ним следует группа Би-2, которая из-за отмены гастролей по Европе, России и большого шоу в Москве потеряла 42 миллиона. Пандемия нанесла, конечно, колоссальный урон, вообще ущерб бизнесу. А сколько звезд брали займы под будущие туры? Их уже и не сосчитать. Чтобы не потерять еще больше денег, продюсеры просят зрителей не сдавать билеты, а сходить на концерты, когда их снова разрешат. Я могу сказать, что заработки остановились сразу. Не только у меня, а у всех. Это не секрет. Первым о том, что шоу-бизнес неплохо бы признать особо пострадавшей отраслью от коронавируса, намекнул стриптизер Тарзан. Только зачем-то сравнивал себя и коллег по цеху с пенсионерами. Пенсионеры и раньше сидели дома на свою пенсию и сейчас просидят. А у нас нет работы сейчас. Поэтому денег нет. Когда разрешат работать, неизвестно. Поэтому правильнее будет помогать именно нам. Одна из транспортных компаний тут же предложила Тарзану ускоренное оформление на работу в такси и машину в лизинг. Раз актеру не на что жить, пусть работает, как все. Артист в ответ заявил, что лично ему денег пока хватает. Я априори не мог сказать то, что мне приписывают, друзья мои. Речь идет о статье, которая пару дней назад появилась, где якобы я сетую на то, что старикам платят деньги, а там артистам нет. Ребята, это фейк. Это фейк. К разговору подключились все, кому не лень. За честь и достоинство Тарзана вступился продюсер Валерии Иосиф Пригожин. Сегодня музыканты и люди творческих профессий, я говорю о частном секторе, индивидуальные предприниматели, о их тысяче и тысяче. Речь шла как раз о музыкантах, которые больше ничего не умеют делать и которые посвятили себя только творчеству. Неизвестно, сколько продлится этот карантин, они находятся на нуле. Пригожину ответил Сергей Шнуров по традиции в стихах и матом. Жизнь, бывает, повернется не фасадом, а фанерой. Я удивляюсь, дядя Йося. Бестуйтесь, тетя Лерой. Из ботвы готовим каши? Пересту уже едим. Сиротинушки вы наши. И схудал совсем поди. Шоу-бизнес – это очень специфическая среда, очень специфический бизнес, где люди действительно друга ненавидят по-настоящему. Все друг друга являются конкурентами. Сергей предложил прислать голодающей семье продюсера упаковку недорогих, но питательных сосисок, а компартия из Госдумы – пачку доширака. На мой взгляд, ребята просто, наверное, просто вот в такой грустный период попиарились, потому что если включить разум, то один, может быть, прав-то точно, другой зацепился за слова. И мне кажется, понимая, что они где-то оба правы, они просто нас всех радовали своими стишками. Муж Валерии попытался объяснить, что его неправильно поняли, но это уже мало кого волновало. А вы все, дорогие любимые, говорите о себе, о том, как вы живете хорошо. Дай бог вам здоровья, как можно дольше жить хорошо и качественно. И мы живем неплохо. Я говорю не о себе, а о огромном количестве музыкантов, людей, которые действительно остались ни с чем. Что вы все о себе да о себе любимых-то? Свои пять копеек по традиции вставил Юрий Лоза. Поделился, что его пенсия, 12 тысяч рублей, целиком уходит на коммуналку. На такси не ездит, доставкой не пользуется, салаты и котлеты готовит сам. Помощи от государства не просит, в отличие от некоторых. Сосиски, Лоза и компартия с Дошираком, похоже, окончательно добили Иосифа Пригожина. Потому он не на шутку разбушевался. Или вы все в шоколаде. Вы из кармана достаете заработанное, и неизвестно, сколько вы еще продержитесь для того, чтобы содержать ваш коллектив. Некоторые музыканты и звезды, они отпустили своих музыкантов без оплаты. Они вообще остались без денег. Это мы их содержим. Может быть, вы и содержите. Ребята, совесть-то имейте. Всех осадил корифей отечественной эстрады Лев Лещенко. Переболевший коронавирусом 78-летний певец в духе кота Леопольда заявил, бережнее надо относиться друг к другу и не обострять ситуацию, особенно в кризис. А Виктор Дробыш подвел итог. Ну, так как у шнура это хорошо получается, мы давно знаем, то Пригожин был для меня открытием. Он как-то ввязался в борьбу со шнуром, но для меня это как вызвать на бой Майка Тайсона. И все-таки попробовать его отб***ть. Это, конечно, нелегко, но, скажем так, пару раундов Пригожин побился, и я даже не знаю, мне кажется, они просто оба устали и разошлись. Им надоело. Творческая семья Антона и Виктории Макарских решила на онлайн-выступлениях все-таки зарабатывать. Доступ на концерт 300 рублей. Исполняют песни на заказ. Заявки принимают здесь же, в чате. Звезда шансона Любовь Успенская тоже на грани банкротства. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, предлагает запись эксклюзивных поздравлений. Юбилеи, Кристины, корпоративные праздники, да мало ли поводов для застолья. Стоит такая услуга вполне демократично. От 30 тысяч рублей. Особенно в сравнении с ее живым выступлением в прошлой жизни, которое обходилось заказчикам от полутора до трех миллионов. Брендовые наряды, элитные машины, люксовые часы и антиквариат выставили на торге Анастасия Стоцкая, Наталья Синчукова, Виктор Рыбин и даже Ким Кардашьян. Неужели совсем дела плохи? Все всегда занимаются разбором своего гардероба. Когда у тебя накопилось много вещей, старых коллекций, что-то там тебе уже не подходит, не нравится, не хочешь. Есть даже специальные шоурумы, специальные люди, которые приезжают к тебе, забирают это, выкупают это по цененке. Филипп Киркоров готов прорядить свой гардероб. Концертные лосины и джинсы отдаст практически даром за 2 миллиона рублей. У него этого добра полные шкафы, целые залежи дорогих, но совершенно бесполезных вещей. Па-бам! Саточная, швоточная. Не продается только вот эта розовая кофточка. Тоже планировал весной одеть, но не успел. Куточку Филиппу, но ее не отдам ни за что. И это жемчужина коллекции. Покупал за 22,5 миллиона. Надевал всего пару раз. Вот это самая дорогая вещь гардероба. 280 тысяч евро стоил этот наряд. За игрой-челленджем Ольги Бузовой и известного блогера Гусейна Гасанова наблюдали миллионы пользователей Инстаграм. Какие только безумства не творили. Артистка убирала лестничную площадку в сексуальном костюме, сжигала самые дорогие платья. Отрезала волосы. Разбивала плазменный телевизор бейсбольной битой. И принимала ванну с лапшой быстрого приготовления. Я просто знаю, что сейчас будет происходить. Как я мечтала о ванне. По условиям задания, она должна не только искупаться, но и съесть лапшу, не выходя из ванной. Ольга чуть не плачет, но все же глотает размокшие макароны. Ее бойфренд Давид Манукян во время эпидемии тоже не скучал. Развлекался по полной, заказывая летние обновки в самом дорогом магазине Москвы. Потратил миллион. Вот эта куртка, сколько она у нас там? 93 тысячи. Рэпер явно доволен собой. Что тут скажешь? Кому-то на изоляции суп жидкий, а кому-то жемчуг мелкий. Сейчас приценим, в общем, сейчас буду одевать, показывать. Я просто не смог сдержаться и вот купил вот все. Теперь все, ах... Тачка, лук, все. Ну сейчас вот на миллион, вот сейчас на мне где-то на миллион. Мою, чищу, дезинфицирую. Недорого. Такое объявление повесил на личную страницу в соцсети певец Шура. Отныне он самостоятельно трет полы в общем коридоре, в тапках и во всем домашнем. А ты за деньги здесь это моешь или благотворительности? Слушай, я волонтер. То есть ты получил удостоверение волонтера? Ну, в мозгах я получил удостоверение волонтера. Через неделю вышел в концертном костюме. Когда гастролей нет, надо же где-то наряды выгуливать. Художник «Всея Россия» Никас Сафронов. И тот внезапно обеднел. Всего пару лет назад выкупил целый этаж дома на турецком курорте. Говорит, хотел отдыхать здесь с детьми и устраивать вечеринки с друзьями. Но пришли другие времена. Заказов сейчас очень мало, конечно. Сегодня работы вообще нет у меня такой, чтобы кто-то заказывал. Но как человеку с именем иногда бывает. Что-то заказал король Бахрейна. Уже радость. Дорогая недвижимость ушла с молотка. Четыре квартиры продал. Причем с немыслимым дисконтом. Брал по 120 тысяч евро. А продавал я по 20, 25, 30, 40. Все зависит, сколько какая была финансовая ставлечь. Заграничные дома, сокрушается Никас Сафронов, еще до эпидемии приносили одни убытки. То налоги взлетят, то местные бездомные залезут на ночевку, то ураган налетит. От этих напастей голова шла кругом. Теперь он выбирает для отдыха места поспокойнее. Купил 25 гектаров под Ульяновском. И сейчас там создаю такой маленький оазис. Построил баню, несколько домов для гостей. Озеро сейчас выкапываю. И посадил там фруктовые деревья, ягодные и так далее. Вот теплицу строю. Во время эпидемии Никас, как и многие его коллеги, стал шить маски с персонажами своих же картин. Есть с бородой Льва Толстого и с Николаем Вторым. Ну вот Сальвадор Дали. Видите, вот такая маска Сальвадора Дали. Пушкин, Викенбардами, Александр Сергеевич. 70 масок Сафронов подарил детской больнице. Остальные планируют продать на благотворительном аукционе. Люди, дети стали смеяться, дети стали улыбаться. Одевают врачи, ходят, а у них барбос с языком или клоун. Людям нравится, детям особенно это нравится. И у них повышается тонус. И я решил выпустить эти маски. И деньги с этих масок пойдут на благотворительность. В эпидемию художника спасла финансовая интуиция. Никас говорит, он всегда страхует все ценное, что у него есть. Особенно руки. Для художника они рабочий инструмент. Однажды, утрамбовывая в мусор банку из-под шпрот, Сафронов порезал палец. Но он был застрахован в одной немецкой компании. В результате художник получил солидную выплату. Я пострадал с пальцем. Мне выплатили там 260 тысяч долларов за палец. А вот светская львица Лена Ленина и подумать не могла, Что во Франции надо страховать даже холодильник. Воры основательно прогулялись по первому этажу ее дома, Пока Лена мирно спала на втором. Деньги не взяли. Зато вынесли все продукты. Даже мешок с любимыми яблоками. Не тронули только собачью еду. Похоже, в карантинное время продукты дороже золота. Ко мне залезли и вынесли все продукты вообще. Актер театра и кино Павел Устинов в эпидемию примерил роль курьера. Ничего не поделаешь. Съемок нет, а жить на что-то надо. Да, абсолютно все встало. Все в стопоре полном. Полная заморозка. Никаких проектов, никаких концертов, никаких показов, Ни спектаклей, ни съемок. Не только у нас, а и вообще во всем мире. Это очень страшно осознавать. Утром он берет служебный велосипед в театре И развозит продукты по Москве. Роль не самая приятная, говорит Павел. Но сейчас не до изысков. Да много потерял. Я же не просто так устроился курьером подрабатывать. Ситуация у всех страшная. Жить нужно. На хлеб зарабатывать нужно. Цветы и овации, как признак успеха, Теперь в далеком прошлом. Сто рублей чаевых радуют гораздо больше. Клиенты узнают, просят сделать селфи. Люди сейчас начали, конечно, меня узнавать. И говорят, о боже, это тот самый актер Павел Устинов. Ну, это приятно, конечно, я говорю. Ну, да. Павел крутит педали по восемь часов в день. Хотел даже двенадцать, но курьеров стало слишком много. Заработок по сравнению с гонорарами в кино более чем скромный. Около пятидесяти тысяч в месяц. Но он есть. Ты постоянно в тонусе, ты постоянно в движении. Мысли освобождаются. Ты можешь спокойно думать о своем, спокойно строить планы на будущее, планы на завтрашний день. Общаться и с директором, и с девушкой. Я могу спокойно поговорить. Времени актер зря не теряет. Проговаривает в голове монологи ролей, тренирует скороговорками дикцию. Устинов уверен, рано или поздно все плохое закончится. И он снова сменит форму доставщика еды на сценический костюм. Самое первое, что нужно сделать, это верить в себя. Не переставать надеяться на то, что все это прекратится. Нужно работать, нужно тренироваться, нужно заниматься собой, своим артикуляционным аппаратом, актерскими своими навыками. Смотрите далее. Нет зрителей – нет денег. Чем радует фанатов на карантине клан Алибасовых? Все, что я здесь вижу, дорогие друзья, ку**ет, косметиловый скирт и бодят. Почему коллекционер дорогих машин распродает свой гараж? У него тоже деньги кончились. Продаю я, конечно, с грустью. И, честно говоря, когда люди приезжают смотреть машины, я не сильно распинаюсь в их преимуществах. Эстрада уже не поет, а стонет от безденежья. Что делать? Куда бежать? Сос***, б**ть! Что делать? В эпидемию все средства хороши. Реклама презервативов, прокладок и еды. До чего дошел шоу-биз и почему он больше никогда не будет прежним? Чем занимались богатые и знаменитые в карантин и чем они за него расплачиваются? Смотрите прямо сейчас. Реклама в соцсетях – единственный стабильный источник дохода артистов эстрады сегодня. Продался и ее король. Вот так Филипп Киркоров пляшет с детьми и проплаченными бумажными пакетами с едой. Его приятель Николай Басков тоже жертва предложения, от которого невозможно было отказаться. Реклама презервативов в лучшие времена вряд ли бы его устроила. Актер Панин – теперь лицо косметической компании. Правда, лицо довольно опухшее. Больше чем месяц уже прошел с того момента, как я сюда приехал. Плюс, конечно, чего греха-то ведь алкоголь. В баре Алибасова тоже жизнь не сахар. 34 концерта отменилось у группы «Нана». Сын продюсера потерял основной доход. До эпидемии он устраивал бизнес-тренинги. А теперь гуру эффективных продаж развозит канистры санитайзера, приготовленного по семейному алибасовскому рецепту. И даже слоган креативный придумал. «Это не крот, это не в рот». Дела идут не так, как хотелось бы. Вероятно, клиенты все еще помнят мутную историю с отравлением продюсера жидкостью для прочистки труб. Но что делать? Жить захочешь и еще не так запляшешь. Как поставить на все точки, когда тебе люди не доверяют, что два антисептик... Потому что все, что я здесь вижу, дорогие друзья, это редкость, но этиловый спирт и бодяга. И как люди поверят, что это все норм? Для этого надо самому встать на рынки. Известный шоумен Вадим Ждан раскрыл свою финансовую подушку безопасности, не дождавшись окончания изоляции. Превратил в собственный гараж в авторынок. Моя одна из самых любимых машин цвет Ревьера Блю, РС Вук. Очень люблю эту машину. Но, к сожалению, к сожалению, вынужден сейчас, в связи со сложившейся ситуацией, на рынке ее выставить на продажу, как и другие автомобили моей коллекции. Сейчас это единственный способ спасти основной бизнес. Доход от продажи коллекционных машин станет зарплатой для сотрудников столичного ивент-агентства. Мне необходимо платить зарплату персоналу, необходимо вкладывать в развитие компании, то есть невозможно сейчас оставаться на месте, иначе не выжить. Необходимо вливание для того, чтобы остаться на плаву и, возможно, даже воспользуешься ситуацией зацепить долю рынка у тех компаний, у которых нет таких активов, как у меня. Десять лет Вадим собирал автомобили редких моделей. Продаю я, конечно, с грустью, и, честно говоря, когда люди приезжают смотреть машины, я не сильно распинаюсь в их преимуществах, понимаю, что вроде и продать надо, а с другой стороны, катастрофически жалко. Коллекцию я собирал десять лет, и в каждую машину вложено огромное количество денег. Виктор Дробыш свои потери просчитал до рубля. Он не снимает клипы, не пишет альбомы, не платит за рекламу, и все равно в минусе. Точная сумма убытков один миллион двести семьдесят пять тысяч в месяц. Когда мне порадовали, сказали, что мы начнем, наверное, где-то с сентября, то я сел, посчитал апрель, май, июнь, июль, август с сентября. Потом сказали, нет, а может быть, это дотянется до Нового года. Тут я сказал, ну-ну-ну-ну, и сказал, блин. На чем еще могут заработать звезды? Конечно же, на своей откровенности. Ток-шоу, интервью. За подробности их личной жизни таблоиды готовы платить. Размер гонорара напрямую зависит от количества подписчиков в сети. Смотрите количество подписчиков. Те, у кого за миллион, за два миллиона, там уже реклама будет стоить где-то 400 тысяч рублей пост. В среднем. Вот 400 тысяч. Вера Сотникова за часовой эфир требует от 50 до 70 тысяч. Дана Борисова сотню за выступления в скандальных ток-шоу страны. Дороже всех оценила свое интервью Лидия Федосеева-Шукшина. По данным СМИ, она запросила миллион рублей. Резко выросли расценки на рекламные посты в Инстаграме у Регины Тодоренко и Ксении Бородиной. Упоминание фирмы или продуктов в посте телеведущих по оценкам светских изданий стоит полмиллиона рублей. В шоу-бизнесе зарабатывают хорошо, но реально только первый эшелон, топ. В основном люди, даже если вы их знаете, они известны, они вполне не обеспечены. И я допускаю эту мысль, что многие известные люди могут сейчас подрабатывать какими-то интересными, забавными, новыми профессиями для них. По-настоящему золотые времена наступили для гадателей и астрологов. Онлайн-консультации звездных предсказателей и так стоили недешево, но теперь и вовсе цены заоблачные. Один астрологический прогноз от Тамары Глобы, например, обойдется в 100 тысяч рублей. Сколько она успевает за день их составить? Это же деньги, которые просто падают с неба. Я вот смотрю, мне нравится там Павел Глоба или его жена, еще кто-то. Иногда в СМИ, когда идет это, они предрекли сначала конец света, потом конец карантина, потом еще что-то. И думаешь, блин, взрослые люди, вот гонят-то. То ли девочка, то ли виденье, то ли Бузова, то ли не Бузова. Этот человек решил полностью скопировать образ скандальной звезды. Идея проста. Если миллионы подписчиков на своих страницах в сети, то почему бы и двойнику не повторить этот успех? Если я умру, похороните меня под звуки поцелуев. Небузова не скрывает, сильно потратилась на операции. Профессионалы предполагают, такая пластика стоит не меньше 12 миллионов рублей. Двойник уверяет, эти инвестиции еще окупятся. Он уже набирает сотни тысяч просмотров. Того и гляди, догонит по популярности оригинал. Привет, мои хорошие. Вот и наступил день моей новой операции. Сегодня мне будут резать связки и удалять кадык, чтобы голос был еще больше, похож на уличку Бузову. Это первое публичное интервью не Бузовой. Звезда Инстаграм тщательно скрывает любую информацию о себе. Кто это? Мужчина? Женщина? Говорит, поклонники замучили вопросами, требуют свиданий, предлагают руку и сердце. Таких, конечно, много. Таких много. Там уже и замуж зовут, и любят меня, обожают, и хотят меня. И будь моей, директ вообще завален, ребята все пишут. Я хочу с тобой общаться, я хочу на тебя жениться, дай номер, где ты находишься. На полный макияж под Бузову у Небузовой уходит примерно полчаса. Я особо и не стараюсь делать под Бузову, скульптурирование. Да, тушь и тени, и все, и губки. И все, и образ готов. Проверим, узнают ли в ней поп-звезду случайные прохожие. Я один раз только видел Бузову живую, она была очень пьяная, на Бауманской. Вот там из какого-то бара она выходила, я к ней подошел, она мне расписалась на руке. Вот так вот. Ну, когда она пьяная, она очень на вас похожа. Небузова делится сокровенным. Ее главная мечта встретиться с оригиналом. Кстати, Ольга поначалу лайкала каждый пост двойника, а теперь почему-то перестала. Я очень хочу с тобой встретиться. А это Гарик Богомазов, солист отпетых мошенников. Говорит, наступил на горло собственной песни и отправился в таксисты. Артист остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса, поэтому стал развозить людей за деньги, чтобы прокормить свою семью. Мы отказывались от многих онлайн-концертов, потому что, ну, сами понимаете, должно быть качественно. То есть, я не имею права просто взять гитару и три аккорда сыграть там или просто стишки какие-то рассказывать. Из Москвы Богомазов поехал на заработки в Санкт-Петербург. У его друзей в северной столице бизнес, который в кризисный момент остается на волне. К ним певец устроился на работу. Я приехал в Питер. Там так получилось, что у друзей такси, да, свое. Ну, и посоветовавшись, там, все взвесив, я решил, а почему бы и нет, хотя бы жене на расстоянии помочь на те же памперсы, на те же смеси. Все же прекрасно понимают, заходят в магазины, сколько это все стоит. Гарик готов крутить баранку хоть по 12 часов в день. Понимает, это временно, но другого способа заработать пока не предвидится. Мужик должен работать в любых ситуациях, в любых ситуациях должен быть мужиком, а если у него семья, он вообще не имеет права сидеть на диване и вырять в носу. Смотрите далее. Сама играю, сама пою, сама самогон варю. Антикризисные напитки от Наташи Королевой. А я гоню. Гоню, Королевскую, 80 градус. Удар по имиджу с ноги. Как развлекаются западные звезды, которым тоже запрещено выходить на улицу. Самые опасные трюки от знаменитостей. Не пытайтесь повторить это дома. Настюха, глубокая глотка здесь. У нас секундомер за минуту. Кто больше съест, тот и красавчик. Как падают звезды и почему после пандемии многих из них мы больше никогда не увидим. Шокирующие кадры и только реальные истории. Смотрите прямо сейчас. Обычные весы едва не стали поводом для семейной драки. Яна Рудковская и Евгений Плющенко пытаются определить, кто из них больше ест. Муж Ксении Собчак, столичный театральный режиссер Константин Богомолов, с недавних пор еще и главный караед подмосковных лесов. Стас Пьеха в кепке с напечатанным словом задумчиво жует укроп. Трава явно действует на певца как-то по-особенному. Певица Глюкоза учит пса свистеть. Собака обреченно подвывает, словно подсказывает «Не свисти, денег не будет». У артистов мертвый сезон. Прекрасное время приобрести новые навыки. Вы понимаете, вот все нормальные артистки показывают, какие они хозяйки, они что-то пекут, готовят, салатики режут. Нет. Я я не готовлю, я гоню. Гоню Королевскую в 80 градусах. Дрожжи, сахар, вода плюс варенье. Блин, мне будет, наверное, уже много, которые, так хочется сказать, подс***ку лет, а я все буду из серии «Ягодка». Ягодка. Клубника, смородина, облепиха, в чан. Наташа объясняет обстоятельно, как истинный гурман и знаток своего дела. Ну, в общем, намешали и в наш сон. Десять дней спустя можно пробовать. Сейчас самый ответственный момент. Это дегустация. Ох, как хорошо пошла. Ой, тепленько. Как молоды мы были. У Лолиты Милявской другие проблемы на карантине. Решила кардинально изменить прическу. Пока концерты разрешат, уже новые волосы отрастут. Все это надоело. Я буду стричься на лосо. Сейчас на ваших глазах. О, круто. Вот таким роскошным вампиром Тейлор Лотнер был в культовой киносаге «Сумерки». А таким стал после самоизоляции. В кадре располневший Бэтмен с зонтиком Мэри Поппинс. Странное домашнее представление устроила Пэрис Хилтон в день, когда в США поминают солдат, погибших на войне. Светская львица попыталась раскрасить своих собак в цвета американского флага. Правда, где здесь полосы, а где звезды, сразу и не разобрать. Без бокала, как известно, нет вокала. Актриса Мэрил Стрип заявила, для нее самоизоляция лучшее время для творчества. Только она легкое вино, домашний халатик и тысячи поклонников, которые в прямом эфире в течение двух часов следили за музыкальным марафоном голливудской звезды. Железный Арни тоже время зря не терял, увлекся фокусами. Шпагат на кухонном столе, да еще и с сигарой в зубах. Как вам такое в 73 года? Не слишком ли легко этот немолодой терминатор выполняет свои упражнения? В сторону, а потом медленно в другую. Все проще, чем кажется. Оказывается, у Арни есть запасные ноги для таких упражнений. Или другой путь. Просто попробуем это сделать в другой день. От безделья творческий человек и не на такое способен. Зои Белл, дублерша Умы Турман во всех кинодраках, запустила в сети оригинальную игру. Первый удар с ноги заработала Люси Лоулес в мире кино Зона Королева воинов. Схлопотали ангелы Чарли, Дрю Берримор и Кэмерон Диас, Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Холли Берри, Джульет Льюис, Розарио Доусон. Почти вся прекрасная половина Голливуда. Кидались гантелями, пирогами, подушками, щенками. А в конце одна из актрис убедительно доказала, что даже гитара может быть ударным инструментом. Кэмерон Диас написала позже. Она отлично сражалась со скукой в такой крутой компании. С нами стыдно, но весело решили отечественные звезды и пустились во все тяжкие в сети. Вот бойфренд Ольги Бузовой с друзьями выступает в костюме из подушек. Мужские вещи примеряют Яна Рудковская, Клава Кока и певица Слава. Ну а женские Евгений Плющенко, Витя Фомин и Дима Билан. И только Тимур Родригес негодует. Он однозначно дал понять коллегам по цеху, где он видал такие челленджи. Как же меня вымораживают мужики, которые участвуют в откровенно женских челленджах. Вот этот подушка челлендж. Это что такое? Мужики в подушках, но дальше всех пошли Тимоти с Настей Ивлеевой. Такого количества просмотров в момент прямого эфира в Инстаграм еще никто из звезд не собирал. Суть челленджа две звезды по очереди придумывают друг другу задание. Отказаться выполнять нельзя. Первым делом Настя предлагает Тимоти выпить залпом жгучий соус. Кабаска. Ребята, кто не знает, что такое кабаска? Это очень острый соус. Это такой соус, чтобы потом просто какаете пламенем. Это еще цветочки. Обожженный чили перцем Тимоти отыгрывается по полной. Он заставляет Настю уничтожить любую любимую вещь. Ну-ка пойдем, смотри, как я разъезжаю. Дальше, дальше. Стоп! Это очень эксклюзивная, просто лимитированная лимиточка всей жизни. Я режу. Это следующий шаг заявлеевой. Тимоти должен выпить весь флакон с микстурой от кашля, которую когда-то сам и рекламировал. Вперед и с песней подбадривает Настя. А ты старовер. Рэпер уверен, следующее задание поставит финальную точку в их состязании. Поедание его фирменных бургеров задание действительно не для слабых здоровья. Настюха глубокая глотка здесь. У нас секундомер за минуту. Кто больше съест, тот и красавчик. Не справляются оба. Страсти накаляются. Новое задание для Насти получить леща по лицу. Нет леща, подойдет соленая селедка. За это издевательство Анастасия требует, чтобы Тимати проколол себе нижнюю губу иголкой. Рэпер не сопротивляется. Легко. Готово? Нет. Убирай, хуй, ты сыграла, хуй. Тут Ивлеева уже сама без всяких заданий предлагает показать грудь, но при условии, если эфир с их баттлом соберет в моменте 500 тысяч просмотров. Пользователей приходит даже больше. Тимати усложняет задачу написать картину бюстом. Все? Ай, хорошо. Чтобы было честно, вот у меня грудь в краске получилась вот такая картина. Больше часа две VIP-персоны разбивали телефоны, поджигали руки, рисовали нелепые узоры на лицах настоящей масляной краской. Была даже резня бензопилой. По-живому. По-любимой доске для серфинга Тимати. Ну, а мы голые, счастливые, обмазанные просто уходим красиво, закат, завершая это обалденное онлайн-мероприятие. В плюсе остались все. И звезды, потому что просмотры и охваты приносят им огромные деньги в виде рекламных контрактов. И зрители, шутка ли, кумиры устраивают шоу, на которое даже билеты покупать не надо. Общая аудитория легендарного совместного прямого эфира Тимати и Ивлеевой полтора миллиона человек. Это не просто новый интернет-рекорд. Это новые реалии, в которых жить всем нам еще очень долго.